МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что я хочу сказать? Не я говорю, нынешние ученые говорят об этом. В центре нашей галактики огромная черная дыра. И, включив воображение, я бы сказал, что это идеальное объяснение. Предположим, что в центре каждой галактики находится огромная черная дыра. Я утверждаю, что эти черные дыры резонируют, излучают основную информационную частоту колебаний для данной виртуальной Вселенной. И они взаимодействуют с теми объектами, которые мы называем Солнцами. В данном случае с нашим Солнцем, Солнцем нашей планетной системы и, конечно, с Солнцами по всей галактике. Она запускает информацию определенного рода, передаваемую нашим и прочими Солнцами в форме фотонов. Фотоны — основные частицы, из которых состоит свет и прочие формы электромагнитного излучения. Они несут в себе информацию. Эти фотоны, будучи генерированы Солнцами, заряженные этой основной колебательной частотой, идущей из черных дыр, создают беспроводной космический интернет внутри нашей реальности. Земля декодирует это. Это энергия фотонов, фотонная информация, проходящая сквозь энергетическую решетку Земли. Энергия фотонов, которую китайцы в традиции акупунктуры называют ЦИ. ЦИ на самом деле фотонная энергия. Это информация, которую телесный компьютер декодирует, создавая эту коллективную реальность. Некоторые ученые годами утверждали, что данный физический мир возникает только тогда, когда за ним наблюдают. Если мы хаотично будем выстреливать маленькими предметами, скажем, мраморными шариками, в экран, то увидим следы там, где они прошли через щель и ударились в него. Теперь, добавив вторую щель, мы ожидаем увидеть второй, такой же след справа. А сейчас давайте посмотрим на волны. Они прошли сквозь щель и расходятся, ударяясь об экран, с наибольшей силой там, где они просачивались через щель. Яркая линия посреди экрана показывает эту силу. Она похожа на след, оставленный шариками. Но, когда мы добавляем вторую щель, то происходит нечто совсем другое. Если вершина одной волны сталкивается с основанием другой, то волны гасят друг друга. И на экране появляется интерференционный узор. Точка, в которой пересекаются вершины волн, дающие наивысшую интенсивность, это яркие линии. А там, где они гасят друг друга, ничего нет. Таким образом, когда мы пропускаем объект, то есть материю, через две щели, мы получаем следующее. Два следа от ударов, а с волнами мы видим интерференционный узор от множества ударов. Этот опыт, в результате которого на экране мы получили перераспределение интенсивности, называется опытом Юнга, а явление, которое наблюдалось в этом опыте, интерференция. А теперь посмотрим на кванты. Электрон — мельчайшая частица материи, как маленький шарик. Пропустим поток электронов через одну щель. Поток ведет себя, как и шарики. Одна линия. Итак, пропустив микрочастицы через две щели, мы должны получить, как и в случае с шариками, две линии. Мы выпустили электроны. Маленькие частицы материи. Но получили рисунок как с волнами, а не с мраморными шариками. Как? Как частицы материи создают интерференционный узор, словно волны? Что-то не сходится. Но физики умные. Они подумали, возможно, эти маленькие шарики отталкиваются друг от друга и создают такой узор. И они решили выпускать электроны по одному, чтобы исключить вероятность их взаимодействия друг с другом. Но через час появился знакомый интерференционный узор. Вывод очевиден. Один электрон вылетает как частица, приобретает свойства волны, проходит сквозь обе щели и сталкивается сам с собой, ударяя в экран как частица. Какая-то квантовая мистика. Неужели фотоны умеют раздваиваться? Разумеется, нет. Но математически это явление еще более странно. Электрон проходит через обе щели и не проходит ни через одну. Он проходит через одну щель и проходит через другую. Все эти возможности наслаиваются друг на друга. Но физики были совершенно озадачены. И они решили пронаблюдать и посмотреть, через какую щель электроны проходят на самом деле. Они установили измеряющий прибор возле одной щели, чтобы увидеть, через какую пройдет электрон и выпустили его. Но в квантовом мире гораздо больше мистики, чем они могли представить. Во время наблюдения электрон стал вести себя как маленький шарик, что произвело узор из двух полос, а не интерференционный, как из множества. Сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что он проходит только через одну, а не через две щели. Электрон решил повести себя совершенно иначе, как будто знал, что за ним наблюдают. С того момента физики вступили в невероятный, странный мир квантовых событий. Логически понять квантовую физику нельзя. Ее можно только пользоваться. Что есть материя? Частицы или волны? И волны чего? И при чем здесь наблюдатель? Наблюдатель разрушил волновую функцию просто самим фактом своего наблюдения. Этот опыт означает, что наблюдатель влияет на положение квантовых частиц в пространстве. Только подумайте, похоже, именно мы придаем форму этому миру со всеми его правилами, физическими законами и взаимодействиями. Поэтому существует два разных законы эволюции физических систем. Один применяется, когда вы не смотрите, другой, когда смотрите. Это же безумие. Вряд ли мы когда-нибудь математически опишем или выведем математическую формулу процесса, где сознательный наблюдатель приходит к ответу. Люди говорят, измерительные приборы, записи, и все на пленке зафиксировано. Но вы забыли часть уравнения. Кто-то должен смотреть запись. И пока ее не просмотрят, считайте, ничего нет. Если дерево падает и вокруг никого нет, оно производит звук? Оно вообще существует? А сам лес? Если сознательное существо чего-то не видит, это что-то существует? В играх процессуальное образование позволяет компьютеру не завязнуть в обработке данных, которые не используются игроком в данный момент. Если что-то не на виду коллективного сознания, тогда она перестает существовать, пока она вне зоны видимости. Пап, мне страшно. Сэм? Когда вы вставляете компьютерный диск в компьютер, он не читает всю информацию с диска одновременно. Он читает ту часть диска, которую наблюдает линза в дисководе в этот момент. Все прочие данные на диске остаются в закодированной форме, они не выводятся на экран в качестве картинки или в ином виде. И мы делаем то же самое. Когда мы наблюдаем, декодируем, мы вводим это в нашу реальность. Без наблюдателя это всего лишь основная метафизическая волновая вселенная, которая основа, базис всего этого. Биоцентризм гласит, что реальность — это процесс. Нельзя просто открыть глаза и увидеть ее. Просыпаешься утром, вот как по волшебству мир на месте. Вы эксперимент, чтобы показать, что ни одна частица не существует, пока ее не видно. Даже у Стивена Хокинга появилась новая концепция Вселенной, которую он зовет теорией «сверху вниз». В ней именно наблюдатель определяет прошлое. А теперь подумайте, есть ли частицы в настоящем не определены? Пока их не видно. Как тогда возможно прошлое? Есть ли точная наука, чтобы это поддержать? Я уже упоминал эти два эксперимента. И снова известный принцип неопределенности Гейзенберга, состоящий в том, что частицы не существуют, пока они вне зоны наблюдаемости. Далее. Свет не может проникнуть в мозг. Так как же мы видим свет? Как я могу смотреть на этот свет и видеть его? Никакой свет никогда не проникает в мозг, поскольку это мозг декодирует приходящую информацию. Как свет. Для начала нужно понять главное. Что главное? Ложки не существуют. Не существует? Знаешь, это не ложка гнется. Все обман. Дело в тебе. Вот именно. Потому что единственное, где ложка существует в физической форме, это здесь. И ты сгибаешь ее, изгибая линзу, декодирующую реальность. Чудеса — это просто преодоление запрограммированного восприятия того, что возможно и что невозможно. Мы, конечно, запрограммированы верить, что когда вы проходите сквозь огонь, вы обжигаетесь. Если вы проходите сквозь огонь или по горящим углям с верой в это, декодируя такую реальность, вы поджариваете себе ноги. По-любому. Но как доказало множество людей, если можешь перейти в другое состояние сознания и переписать этот код, гуляй себе по углям, ничего тебе не будет. Почему? Да потому что иллюзия не может обжечь иллюзию, пока ты не веришь, что может. Чудес не бывает. Бывает, что мы понимаем, как они выражают всевозможность. И это понимание приходит с фактом признания понимания нас как сознания. Мы — сознание, бестелесное, не имеющее определенной формы, сознание, получающее определенный опыт. Тело — это способ нашего сознания испытать эту реальность. Если я желаю взаимодействовать с данной реальностью, являющейся в общем диапазоном частот, мне необходима внешняя оболочка, как и всем нам, резонирующая с этим диапазоном частот, по причине того, что наше высшее сознание — волна высокой частоты. Это будто радио 1 пытается соединиться с радио 2. Они на разных частотах, подобного не может произойти. Следовательно, мы облачаемся в эту внешнюю проекцию, что мы зовем телом. И посему я теперь могу поднять вот это и вообще взаимодействовать с этой реальностью. Мы часто повторяем, я зашел в интернет, мы сами не ходим по интернету, это делает компьютер. А мы наблюдаем, обосреваем интернет при помощи компьютера. И наше разум-тело является средством исследования этой реальности. Оно уходит по этому интернету. Сознание, истинное мы, обозревает, как мы, всемирную паутину, обозревает этот интернет, пользуясь этим средством. И как я говорю, идея в том, чтобы заставить нас думать, что мы это, разум-тело, а не это, сознание. Однажды у меня было видение. Я принимал ванну пару лет тому назад, наверное. И я попросил своего хорошего друга, замечательного Нила Хейга, зарисовать то, что я видел. Я сижу в своей ванной и вижу нисходящую энергию жёлтого-бело-жёлтого цвета. И я тут же решил, что это высшее сознание. Затем появился глаз в этой энергии, сознании. После перед ним появился телескоп. Телескоп был направлен на нашу реальность, Землю, Солнечную систему и прочее. В последний момент телескоп трансформировался в человеческое тело. Это было наилучшим отображением в смысле того, вот как это работает. Из-за предела возможностей фокусировки, теряя контакт с этим, мы видим себя, имея очень ограниченные возможности оценки. Смерть — это просто кто-то опустил телескоп. Что бы я ни делал, Земля — охреновое местечко. Здравствуйте, всё окей. Я вернулся. Вы никогда не уходили. Я хочу, чтобы вы чётко поняли разницу, потому как это будет упоминаться ещё не раз, разницу между сознанием и тем, что я называю разумом. Все мы, в конце концов, это одна и та же энергия, потому что это всё одно, неразрывное осознание, называемое мной бесконечностью, но оно принимает различные обличия. Сознание — это океан. Всевозможность, всё, что есть, всезнание. А разум — словно замёрзшее, более плотное выражение того же самого, и посему всерьёз ограничено в смысле понимания восприятия по сравнению с сознанием. Ещё одна из причин — возможность взаимодействия с этой реальностью, которая намного плотнее сознания. Нам нужно более плотное средство взаимодействия, то, что мы называем разум тела. Следовательно, она будет иметь более урезанные возможности, нежели сознание. Этот парень, Романа Махариши, живший в Индии, медитировавший большую часть своей жизни на горе в Индии, я бывал там, красивое местечко, он сказал, «разум — это сознание, ограниченное в возможностях. Изначально вы всемогущий и совершенный, потом вы принимаете на себя ограничения и становитесь разумом». Или, как сказал Эйнштейн, «Человеческое существо — это частица всеобщего, называемого нами Вселенной. Частица, ограниченная во времени и пространстве. Оно воспринимает само себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от остального, нечто вроде оптического обмана своего сознания. И этот оптический обман происходит из-за использования линзы, телескопа». Вследствие этого я не устаю повторять, что система контроля устроена именно так, именно для этой цели, формируя у человека ложную личность, ту, которая не оперирует всевозможностью, она оперирует ограничениями. «Я не могу, это невозможно». Если вы хотите контролировать людей всех разом, вы предпочитаете для них последний вариант. Я не Дэвид Айк. Дэвид Айк — это мое приключение. Это имя для приключения, переживаемого мною в данный момент. Я всесознательность, все знания, все, что есть, было и когда-либо будет. Так же, как и каждый в этом зале, каждый во всех реальностях, в всем этом интернете, мире, в котором мы живем. Мы есть всевозможность. Это наше исходное состояние. Мне безразлично, кто вы, что вы, что вы успели сделать в этой жизни, каковы ваши сожаления, насколько вы были успешны. Ваше исходное состояние — всевозможность. Я услышал это, когда один раз принимал психически активные вещества. Ну, полтора раза. Главный раз состоялся в Перу. Я попробовал нечто, называемое Айуаско. В 2003 году. В течение пяти часов я слышал голос, такой же громкий, как сейчас мой. Женский голос, говоривший со мной об иллюзорной природе реальности. Ну, я принимал его в виде Айуаски дважды в течение трех дней в Бразилии в 2003 году. С тех пор я не прикасался к ней, не вижу необходимости, но опыт мной пережитый был невероятным. И для меня то, что люди говорят о том, что DMT перенесло меня куда-то, не думаю, что оно перемещает нас куда-то. Думаю, мы оказываемся с его помощью там, где мы уже всегда находимся. Если мы по-настоящему глубоко в негативном состоянии, ты можешь принять это вещество и пережить реальный, как его называют, бэд-трип. А если вы в ином состоянии, вы можете испытать изумительное переживание. Мой опыт был просто незабываемым. Я имею в виду со мной говорил голос, женский голос, который... Что такое женский голос? О, может, это просто женщина с ним говорила? Нет. Это частота. Это информационное поле определенной частоты. А некоторые частоты вы декодируете как женский голос, а некоторые как мужской. Это сознание общается с нами. И почти определенно так и должно быть, если мы безграничное сознание. Это выражение вашего собственного сознания, просто его гораздо более глубокого уровня. И в течение пяти часов голос говорил со мной об элизорной природе реальности. И я очень легко мог вспомнить каждое слово еще долго после этого, что было удивительно само по себе. И я оказался в каком-то месте, я пытаюсь описать это человеческим языком, оказался в каком-то месте. Это очень трудно описать. Это, знаешь, это место, которое я ощущал как нечто за пределами сферы волновых форм, поскольку все, что имеет форму колебаний, вибрации, и это просто невероятно, Люк, это одна из многих ошеломляющих фраз, которую сказал мне этот голос. Когда все началось, она сказала, мы перенесем тебя туда, откуда ты пришел, чтобы ты лучше понял, где находишься сейчас и куда возвращаешься. А затем это повторилось несколько раз в самом начале этих пяти часов, когда только заговорил этот голос. Бесконечная любовь — это единственная истина, все остальное — иллюзия. И когда вы исследуете околосмертный опыт, все, что с этим связано, когда они оказываются вне собственного тела, мне не попался ни один, кто хотел возвращаться назад, поскольку они говорят об этом невероятном блаженстве, любви и всем таком прочем. В любом случае, я услышал эту поразительную фразу, о которой я говорил, голос сказал, «Бесконечная любовь — это единственная истина, все остальное — иллюзия». Любовь — квинтэссенция человеческих иллюзий, живительный источник вашей великой силы и вашей великой слабости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok